Приветствую вас на своем канале! В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о пряже фирмы Gimalaya Super Soft Yarn. Это пряжа 100% Drallon Acryl, довольно-таки очень мягкая, нежная пряжа. В работе мне очень понравилось и готовое изделие довольно-таки нежное и мягкое получается. Также мне понравилось, что этот акрил, несмотря на то, что это синтетические волокна искусственные, то не скрипучая, в отличие от многих остальных акрилов. Что касаемо метража, здесь 200 граммов, то есть довольно-таки большой моточек, что является удобным, 328 метров. То есть, несмотря на то, что 200 метров, здесь пряжа, посмотрите, толще, чем обычная классическая. Здесь рекомендованный размер спиц номер 5. Для плотного более вязания лицевой глади я бы рекомендовала взять максимально четверочку, а то и тройку с половиной. Для более рыхлого вязания, таких как снудиков, пледов и так далее, можно использовать, в принципе, и пятерочку. Что касаемо здесь крючком, я, честно говоря, не вязала, потому что эта пряжа довольно-таки толстенькая для крючка. Но, думаю, что не менее, чем четверку-пятерку можно использовать. Вот. Теперь, как и другая любая пряжа для ручного вязания, требует к себе и ручной стирочки. Вот. Здесь гладить ее не рекомендовано, что я соглашусь, потому что, в принципе, вещи из искусственных волокон не рекомендую гладить вообще. Максимум там немножечко отпарить. И то. Вот. В принципе, пряжа мне понравилась в работе. Очень уютные с нее получаются нежные вещи. Вот. Можно вязать из такой пряжи, как демисезонные аксессуары, такие, как шапочки, смуды и так далее. Вот. Так и можно вязать, в принципе, кардиганы, кофточки, пледы. Вот. В принципе, любые другие большие объемные вещи. Пряжа довольно-таки экономная. Как для своего метража и своей цены, как бы, соответствует цена-качество. Мне понравилось. Поэтому, конечно же, кто что вязал из этой пряжи, обязательно оставьте в комментариях. И делитесь фотографиями у меня в группе ВКонтакте. Ссылочку оставлю под этим видео. Вот. Конечно же, лайкайте мне. Спасибо за видео. Всем хорошего настроения. Не забывайте подписаться на мой канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok